Продолжение следует... Итак, 26 ноября. На Вембле-Арена в Лондоне экс-претендент на мировой титул WBC Диллиан Уайт подерется с незнающим поражением американцем Жермейном Франклином. Ну что сказать. По оценкам букмекеров, фаворит боя, конечно же, Диллиан Уайт. Поставить на его победу можно с котировкой 1-0-7. Ну вот, сделать победу на Франклина можно с коэффициентом 7-50. На ничью предлагают коэффициент 21 целый. Ну, наверное, пройдемся немножко по боксерам. Начну с Диллиана Уайта. Его много кто знает из любителей бокса. Он занимает пятую строчку рейтинга. Это 35-летний британец. Провел в профессионалах он 31 бой. Одержал 28 побед. 19 из них нокаутом. Ну и, соответственно, 3 поражения. Стоит отметить еще и тот факт, да, что вот Уайт никогда не проигрывал по очкам в своей карьере. Все его 3 поражения были нокаутом. Первое поражение было от Энтони Джошуа в 2015 году. Второе от Александра Поветкина в 2020 году. И, конечно же, в 2021 году он взял убедительный реванш у Поветкина. А в последнем бою в апреле этого года Уайт потерпел еще одно досрочное поражение от своего соотечественника. Ну и, соответственно, обладателя полноценного титула WBC Тайсона Фьюри. Диллиан уступил техническим нокаутом в шестом раунде. Не знаю, почему техническим засчитали. Ну, по крайней мере, на бокс-реке написано техническим. Хотя, по мне, там КО и все. Никакого технического там нет. Избитой оппозиции стоит выделить Дерека Чесору, которого он побеждал дважды, Роберта Хелениуса, Лукаса Брауна, Джозефа Паркера, Оскара Риваса, Марио Шабаха, ну и, конечно же, Александра Поветкина, как я уже говорил. Боксирует он в левосторонней стойке. Рост 193 см. Размах рук 198 см. Перейдем к Джермейну Франклину. Занимает он 55-ю строчку рейтинга. 29-летний американец. Прозвище у него такое интересное. 989 ассасин. Франклин провел в профессионалах 21 бой. Соответственно, одержал 21 победу. Из них 14 нокаутом. Нет у него поражений. Тренируется он под руководством своего давного наставника Джесси Эдисона. Франклин не выступал. Два с половиной года и вернулся на ринг только в мае этого года. Он победил там за пять раундов Джорни Мэна 46-летнего Родни Мура. Избитой оппозиции можно выделить, я думаю, наверное, только Джерри Фореста, которого он там за 10 раундов отмучил. Боксирует он в левосторонней стойке. Рост 188 сантиметров. Размах рук 196 сантиметров. Ну что, ребята, разберем немного бой. Для Франклина это будет бой, я думаю, всей жизни. Это такой большой шанс заявить о себе в этом поединке. Хотя вы должны понимать, что между боксерами очень большая разница в классе. Франклин моложе, конечно же, своего оппонента на 6 лет, но он уступает ему и в антропометрии, и в опыте, потому что у Уайта были опыты больших боев. Также Уайт выше на 5 сантиметров, руки длиннее на 2 сантиметра. В скорости... Ну, я не знаю, в скорости мне тяжело определить, кто из них быстрее, но по работе ног мне кажется, что Уайт более подвижен, он более такой... передвигается как-то по рингу. На первый взгляд, в боксе Уайта, конечно же, нет ничего особенного. Обычная левосторонняя стойка. Да, у него неплохой джеб. В защите он всегда поднимает высоко руки, защищает голову, при этом выбрасывает такие, знаете, очень опасные левые контр-хуки. Также он хорош в ударах по корпусу, именно из-за этого у него такое прозвище похититель душ, потому что вот эти его мощнейшие атаки по корпусу, они как будто вытрясают душу из соперника. в атаке он сближается сразу же после джеба, то есть он бьет джеб при сближении и потом выбрасывает серию ударов. Чаще всего, конечно же, это боковые, то есть он их наносит, и после чего он либо разрывает дистанцию, либо клинчует там уже от ситуации. Вот. Есть, конечно, один главный вопрос, который меня волнует, который возможно не даст, пока мы не узнаем этот вопрос, да, мы его не узнаем, пока не будет боя. Какой эффект физический и психологически оказал на Вайта вот этот последний нокаут от Фьюри. Вот. Насколько он после него восстановился, не стал ли он пробитым полностью, да, ну, то есть я имею в виду о том, что любой удар, да, более-менее крепкий по его подбородку, там, или в область подбородка, скулы, там, да, не отправит ли он его на канвас. Ведь уже все знают, да, какой удар срубает Вайта, то есть этот удар был, этим ударом его срубил Джошуа, потом Поветкин, теперь Фьюри, ну, то есть все знают, что крепко приложится апперкотом по бороде и Вайт в отключке, все. Вот. Насчет Франклина. Конечно же, короной комбинации американца является классическая двойка, ничего там суперумного, левый, правый, конечно же, у него неплохие удары сбоку там залетают, он их в основном использует после ударов прямых, да, если он видит, что соперник немного его там повело, либо соперник не может ответить, он наносит их, вот. В бою он такой расслаблен, он расслаблен, может взорваться в нужный момент, у него хороший, хороший, довольно хороший жесткий джеб, ну, не знаю, сильнее его джеб, чем у Уайта или не сильнее, тут так же тяжело судить, потому что ну, за счет более мелкой оппозиции, да, более, не такой серьезной оппозиции, как у американца, поэтому я не могу судить по силе удара, кто превосходит, вот. Перейду к прогнозу, мне кажется, шансов победить Уайта практически нет, разве что у него там какие-то психологические проблемы, либо он пробит им, как я уже говорил, стал полностью, что любой удар будет его сбивать с ног, но будем надеяться, что бой будет не скучным, не будет вот этих, потому что боксеры малоподвижные, да, не будет вот этих клинчей постоянных, хотя, знаете, бои с участием Диллиана скучными не бывают, по крайней мере, я такой не помню, чтобы он был скучный, Диллиан везде показывает, вылаживается на все сто, и я думаю, что Диллиан будет влаживаться в удар из первого раунда и думаю, он нокаутирует американца уже в первой половине боя, по крайней мере, почему я так думаю, просто Диллиан на классе даже должен проходить таких соперников с легкостью, если, конечно, он не стал совсем пробитым, в любом случае мне кажется, что этот бой не дойдет до финального гонка, будет нокаут 100%, 100% я так говорю, образно, понятно, что в боксе ни на что нельзя давать 100%, ну, очень высокий, очень высокая вероятность того, что бой не пройдет всю дистанцию, спасибо, друзья, за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также, как всегда, пишите в комментариях, как вы считаете, кто победит, я всегда читаю все комментарии, поэтому, удачных ставок и пока!